Всем привет, с вами Большой Саша и сегодня у нас на обзоре радиометка от компании Apple под названием AirTag. Поехали! Я думаю, многим из нас знакомо это название AirTag, так как под этим брендом раньше компания SBC выпускала свои достаточно красивые брелки. Но компании Apple понравился этот нейминг и они решили его купить. И теперь появился новый девайс, который также называется AirTag, и из себя он представляет радиометку. Это радиометка работы с телефонами iPhone. Она не использует GSM-связь или каких-то Wi-Fi каналов связи. Все, что ей нужно, это оказаться рядом с вашим iPhone. Получив сигнал, она передает свои координаты. Применение такой радиометки очень простое. Вы можете закрепить его на ключах, можете положить в сумку или положить в машину. При этом, если вы потеряете устройство, вы нажимаете в своем телефоне приложение Локатор, нажимаете поиск, и устройство начинает издавать звук. Оно оборудовано небольшим динамиком и издает звук. Ну, громкость достаточно, чтобы в комнате найти ключи. При этом само устройство защитено по классу IP67. Я, конечно, не пробовал его стирать или кидать кого-то в воду, но, судя по тестам и по описанию в интернете, это действительно так. Работает он от обычной батарейки CR2032, которой по заверению хватает на год. Я пользуюсь устройством уже два месяца. В принципе, каких-то замечаний по работе не выявил. Что мне понравилось? Устройство достаточно компактное. Из минусов я бы отметил одну вещь. Это очень сильно царапающаяся поверхность. При этом, если на белой поверхности мы этого не видим, то на блестящей поверхности это очень сильно заметно. Я поцарапал свою точку буквально через пять минут, когда прошел с ней, положив в карман джинсов. При этом у меня не было каких-то рядом ключей или острых предметов. В принципе, об этом многие говорят и в интернете. Практически все обзоры на YouTube сопровождаются этим комментарием. Давайте поговорим лучше о том, чем же она интересна в сфере безопасности. Первое. Это полноценная метка, которая может сообщить о пропаже вашего какого-то устройства. Она может быть лежать в машине, в сумке, на ключах. И вы всегда можете найти точное положение. Единственный минус, что для этого нужно, чтобы оказался рядом iPhone. Поэтому это может занять время. Когда я делал эксперимент, я оставил машину на парковке, сам уехал домой. И примерно раз в пять минут кто-то проходил мимо нее. То есть количество устройств в городе у нас достаточно высокое, чтобы получать раз в пять минут информацию о том, где находится ваша точка. К сожалению, историю эта программа не хранит. Она не показывает, как перемещалась точка. Она лишь покажет вам, где находится радиометка в данный момент времени. И при этом она может дать вам уведомление, что она появилась в сети. И непосредственно метка может издавать звук, который может услышать водитель такси или другой человек, который находится рядом. Если он поднесет эту метку к своему устройству, то она выдаст информацию. Данная метка была потеряна, просим обратиться к Александру и вернуть за вознаграждение. В целом устройство мне очень понравилось. Оно достаточно недорогое по меркам радиометок. Оно стоит 2,990 на сайте Apple. Либо можно купить сразу 4. Она достаточно хорошо работает. И в принципе замечание я не выявил. Я придумал массу применений для нее. Я думаю, что каждый из вас не найдет каких-то друзей или сам придумает, куда использовать. Например, некоторые, которые вкладывают эту радиометку в оборудование, которое сдают в аренду. Тем самым гарантируя, что оборудование будет возвращено к ним. Отрицательную сторону контроля или слежения я, наверное, не буду рассматривать. Для этого есть отдельные темы. Здесь надо смотреть законодательство. Но я считаю, что если метка продается в России, значит на сайте Apple, значит она прошла жесткую сертификацию. На этом у меня все. Пишите, понравилось вам что-то или не понравилось. Жду в комментариях. До встречи.